Привет, Владимир! Ну что, прошла неделя, не знаю, много всяких событий, меня в большей степени, конечно, интересуют вот эти атаки по российским НПЗ, мне кажется, вышли на какой-то довольно серьезный уровень, и я надеюсь, что нам всем объяснишь наконец-то, что там установки, не установки, куда что прилетает, какие проценты, но и на других, так сказать, полях есть довольно много различных новостей и информации, тем более, что вот сейчас, так сказать, типа выбора, и после них мы ждем с тобой некоторого изменения, конъюнктуры, как говорят, заколобы. Расскажи, пожалуйста, на что ты обратил внимание за эту неделю и во что хочешь нас посвятить? Да, всем привет! Действительно, много событий интересных, и, конечно, после выборов начнется реальная экономическая движуха, вот мы сейчас к этому вернемся, но я бы хотел для начала продолжить вот ту тему, о которой мы уже говорили с тобой в прошлый раз, просто пришло больше конкретной информации о том, что после так называемых выборов нам готовят много всяких сюрпризов, но одно из них это будет такое фронтальное повышение налогов, и мы так вот затронули это вкратце в тот раз, но была вот публикация важных историй с уже конкретными параметрами, что они хотят повысить налог на прибыль до 25% и повысить НДФЛ для верхней страты зарплат вот от 1 миллиона рублей, и ты, собственно, у себя уже делал об этом ролик. И если вкратце в деньгах, то есть, вот по расчетам, которые видно в СМИ, они хотят примерно 2,5 триллиона рублей в год получить с такого повышения налогов, но все в основном обсуждают НДФЛ, хотя на самом деле основная львиная доля будет, конечно, вот увеличение налога на прибыль, то есть, вот из 2,5 триллиона в 2 это будет от корпоративного налога на прибыль. НДФЛ это где-то там 400-500 миллиардов, хотя для народа, конечно, тема чувствительная, потому что это касается зарплат. Мне, кстати, удивило, слушай, меня прям это удивило, то есть, а зачем вообще трогать людей? Ну, то есть, как будто бы у всех директора есть одно непреложное правило, не повышай личные налоги, ну, как бы, потому что на это острее всего реагируют. Есть ли объяснение, зачем они туда полезли? Ну, полезли. Смотри, во-первых, я думаю, что они не считают, что вот НДФЛ это какая-то лично чувствительная вещь. И на самом деле, то есть, НДФЛ не будет залезанием к людям в карман, потому что люди не платят НДФЛ, его платит работодатель. И таким образом они, хотя это будет иметь очень негативный эффект, потому что работодатели, они и так под прессингом, маржа низкая, прибыльность низкая сейчас, везде идет там самый разный рост нагрузки, ставка ключевая и другие налоги там и все прочее. Поэтому это очень сильно сдержит рост зарплат. Но это люди как бы вот физически на себе не почувствуют. Это не так, когда к тебе лезут в карман и забирают рубль. Это момент номер один. Момент номер два. У нас вот людей, которые получают такие вот большие зарплаты, небольшое количество. То есть, я думаю, что вот это повышение коснется где-то максимум 10-15%. Ну, слушай, не, считали. Там же, смотри, выше миллиона в год это типа... Что, 73 тысячи? 83 тысячи, да-да. Да-да-да. Ну, то есть, для Москвы, Питера и крупных городов, особенно с учетом, что... Во-первых, это, кстати, почти все военнослужащие. И я не очень понимаю, как они с этим, что собираются делать. Будут ли они делать для них какие-то исключения. Вот. То есть, и считали, что это типа 20 миллионов людей. Ну, то есть, прилично как будто. Ну, вот это на самом деле так и получается, что, может быть, не 20 миллионов, чуть поменьше. По Росстатовской разбивке по доле зарплаты в фонде оплаты труда, в общем, это где-то 10-15% от спичного состава. Это не то, чтобы мало. Но они считают... То есть, вот я вижу просто из риторики, они реально считают людей, которые получают от 80 тысяч типа богатенькими. Понимаешь? То есть, это вот мы возвращаемся к путинской вот этой системе координат, где у него 17 тысяч, это средний класс, да? А 14,5 это граница бедности. Вот она такая у него, да? Вот. В этой их параллельной реальности, конечно, 80 тысяч это просто дохрена денег. То есть, они, видимо, должны там лобстеров есть каждый вечер, ездить в Куршавель отдыхать и все такое прочее. Они считают, что вот этот верхний слой, он выкрутится. То есть, для него это какой-то сверхнагрузкой не будет. Кстати, там вот еще какой момент, что вот этот повышенный налог, он будет идти на превышение над миллионом. То есть, на старый, вот все, что внутри миллиона, вот на эти 80 тысяч дополнительного налога не будет, да? А будет все, что сверху 80. То есть, если ты получаешь там не 83, а 90 тысяч, то тебе повышенный налог будет идти вот на эти 7, которые являются как бы выше порога, да? То есть, они в целом считают, что как-то сильно люди вот физически это дело на себе не почувствуют. Но основное негативное последствие будет, что, конечно, теперь работодатели будут там 10 раз мерить и думать, прежде чем повысить зарплату хотя бы еще и на копейку. Потому что вот у них будет такая история, что любая там конкурентоспособная квалифицированная профессия будет означать, что ты просто больше налогов государству будешь отдавать. Я сам, честно говоря, я там был работодателем, у меня была своя ОООшка, да, в России еще. И это было очень серьезное решение, типа, повысить дополнительную зарплату. Потому что там с учетом еще этих соцзносов, грубо говоря, на каждой дополнительной рупе тебе придется еще рупе отдать дяде, да? И вот это будет сильно сдерживать рост зарплат, прежде всего, в сегменте квалифицированного труда. Они усугубляют себе проблему. Видишь, они везде кричат, что дефицит рабочей силы. Как бороться с дефицитом рабочей силы? Повышать зарплату. Но вот Путин создает для этого дополнительные сложности, увеличивая на зарплату налог. То есть, я думаю, что непосредственных каких-то таких последствий у повышения НДФЛ не будет. Но стратегические последствия будут очень неприятны. Кстати, вообще, я хотел бы сказать, что вот они в итоге откатали назад все те реформы, которые правительство делало в начале нулевых годов. И вот это привело к 8 годам бурного экономического роста в первые два путинские срока. То есть, они снизили налог на прибыль до 20, сейчас они откатывают его обратно. Они снизили НДС, откатали уже, значит, его 6 лет назад обратно. Они ввели низкую плоскую ставку НДФЛ, сейчас откатывают это обратно. То есть, грубо говоря, вот тогда как раз инвестиции пошли в экономику. Вот из-за той во многом налоговой реформы. Они всю ее откатали назад. То есть, денег они себе каких-то наскребут. Но, тем не менее, вот для роста, для перспектив инвестиций... Для меня доходит обратная связь, что бизнес на эту тему говорит. Они говорят, ну, типа, все. Мы думали еще, значит, вот сейчас, может быть, что-то инвестировать, дополнительно что-то там построить. С таким налогообложением, причем это, видимо, только начало из-за общего дефицита денег у государства. Будет, конечно, еще там разное залезание в карман. Инвестировать просто нет смысла. Я думаю, что вот этот пакет мер, он просто приведет к тому, что большая часть бизнеса просто забьет на идею куда-то инвестировать. Потому, что государство себе добрую половину всего этого дела заберет. И, кстати, еще такой момент, что параллельно Силуанов выступил с предложением резко увеличить доходы от приватизации в этом году. Ну, то есть, видишь, они вот ищут, пытаются найти по сусекам, где вот крошечку здесь, крошечку там, чтобы заполнить ту дыру в бюджете, который мы с тобой обсуждали в прошлый раз. Но здесь вот тоже меня спрашивают про эту приватизацию. Это ничего особо не значит, потому что он четко сказал, что мы найдем там порядка 30 крупных компаний, у которых доля государства сильно больше 50%. И продадим неконтрольные пакеты, то есть, все равно останется 50+. Ну, допустим, у них сейчас 60% акций у государства, а будет 55, например. И вам будут аналитики фондового рынка говорить, что это очень позитивный фактор, что это голубые фишки. Но в российской системе корпоративного управления все работает по очень простому принципу. У кого контроль, тот хозяин. Ну, и продавать-то они будут, наверное, не прям бизнес-бизнесу, а типа аффилированным с собой же бизнесменом. 100% это будет такая приватизация для своих. Ну, вот они рассчитывают в этом году дополнительно порядка 100 миллиардов собрать. Поэтому, возвращаясь к твоему вопросу, почему они это делают и не боятся ли они народного возмущения. Они в такой тяжелой ситуации, вот именно с дефицитом денег, что они полезли вот уже скрипсти по всем опциям. И даже несмотря на то, что, ну, конечно, это повышение налогов позитивно встречено не будет. Это мягко говоря, да. Но им настолько нужны деньги, что они, видишь, вот здесь, тут, вот где-то в любом там, по любым каким-то закоулкам пытаются. Тут 100 миллиардов, здесь 400 миллиардов. Потому, что вот эта тема с дефицитом бюджета становится для них такой кусающейся. Ну, и, собственно говоря, что я могу сказать. Мы здесь вас предупреждали, что новый срок товарища Путина принесет такой большой экономический хаммер, которым он будет по всем вам бить и налоги повышать, и что только не делать. Так что это просто еще только цветочки. Еще даже выборы не прошли, еще не остыл, значит, это урна с бюллетенями. Но уже вот это все началось. Ну, собственно, вот... Ничего, ничего. Российская экономика выстоит. Западные аналитики врать не будут. Да, это точно. Как это там говорят? А МВФ говорит, что Россия процветает и, типа, успешно-успешно оторвалась от западных рынков. Следующий момент – это инфляция. Тоже здесь вот важная история будет на следующей неделе. 22 марта вот будет заседание Центробанка по ставке. Послушаем, что говорит Набиулина. Минувшая неделя, по данным Росстата, она была первой за долгое время, когда инфляция не ускорялась, а была нулевой. Потому, что, помнишь, мы говорили, что инфляция всю там набиулина ставку повысила, а инфляция все ускоряется и ускоряется. Вот это была первая неделя с нулевой инфляцией. Но, во-первых, годовая инфляция все равно ускорилась до 7,7%. Во-вторых, ну, нулевая... А как это может быть? Ну, так это что в прошлом году от недели к неделе цены дешевелись. Вот в чем дело. То есть, грубо говоря, это значит, Майк, если изобразить просто на графике руками, это значит, что она вот стоит, понимаешь? То есть, и в прошлом году она в это время снижалась. И поэтому происходит годовое ускорение. А сейчас она просто стоит. Но нулевая инфляция, это все-таки не отрицательная. Это не та цель, которая набиулина преследует. И я все-таки вижу... Вот мы можем посмотреть наш традиционный недельный хит-парад товаров. Кстати, у нас огурцы вообще потеряли лидерство и скатились на третье место. Они чуть-чуть подешевели. Хотя все равно больше 20% удорожания с начала года. Капуста и свекла теперь лидируют в нашем хит-параде. Свекла, так сказать. Свекла, да, борщевой набор, как говорят. Так вот, короче говоря, здесь вот какая история. Что на фрукты и овощи цены вышли на некое вот плато, да. То есть, они сильно подорожали с начала года. Но дальше начинают подтягиваться вот очень разные другие группы товаров. Всякое там мясо, масло, молоко, соль, водка. Очень сильно лекарства пошли дорожать. Я просто не стал график это забивать. Но там много разных позиций, где там на 5-6% с начала года дорожают лекарства. То есть, видно, что идет вот, расширяется этот инфляционный фон. За овощами, фруктами подтягиваются другие группы товаров. То есть, я рискну сделать прогноз, что вот эта нулевая инфляция на минувшей неделе, она ничего не значит. И дело пойдет дальше. То есть, товары дорожают просто. Да, я думаю, сейчас после выборов. Спектру. Да. Да, да, да. Вдруг, конечно, это будет единственные в истории России выборы, ну, путинские. После которых, значит, не будет резких проблем. Там не будет удешевления рубля, хотя оно уже идет. Но об этом, я думаю, мы еще поговорим. Вот. Возможно. Возможно. Это будут первые выборы в истории Путина, когда окончание выборов сулит только экономическое процветание. Но если все будет как обычно, да еще и помноженное на военный эффект, то, ну, мне кажется, что можно было бы сделать такую ставочку, да, если бы их принимали на то, что мы в ближайшие недели увидим рост инфляции. Да. И я прям точно знаю, что очень многие трейдеры и производители, они прям придерживают цены до выборов. Потому, что все понимают, что это достаточно опасная такая игра с огнем, мешать Владимиру Владимировичу Путину переназначиться своими какими-то ростом ценников, там, нехорошим. Поэтому я думаю, что сейчас, и мы, кстати, до бензина сейчас дойдем. Это важный, интересный момент, да. Бензин точно будет дорожать после выборов. Но, как бы, все остальное видно, что тоже. То есть, люди просто по политическим соображениям придерживают пока цены. Но в апреле это все, скорее всего, урванет. Так что, я бы не обольщался. Короче говоря, никакого снижения инфляции реально мы пока так и не достигли. Так что, вот ждем. В следующие выходные мы уже обсудим, что там решали в Центробанке и что наговорила Набиулина по поводу инфляционной картины. Думаю, это будет интересно. Вот. Бензинчик наш дорогой. Это вот действительно. Кстати, я хочу напомнить историю 2018 года. Помнишь, там была комиссия Козыка, да, и соглашение с нефтяниками. Потому, что как только прошли президентские выборы, просто тут же бензин подорожал прямо на несколько рублей. И мы тогда еще на канале Навального там кучу роликов на эту тему снимали, почему бензин дорожает. Нас ждет абсолютно такая же история. Вот с этими всеми атаками беспилотников, ну, честно говоря, значит, производят впечатление. То есть, они системно взялись за все вот эти крупные российские и европейские НПЗ, прям как мы предполагали. А там, смотри, вот это что такое? Вот эта установка, как называют, ЭЛОУ-АВТ. Это установка электрообессоливания и атмосферно-вакуумная трубчатка. Это как бы базовая установка, которая сначала обессоливает нефть и потом разделяет ее на какие-то основные фракции. То есть, это такая крупная дура, которую прям сильно видно, даже не из космоса. Я думаю, что ее из Марса можно рассмотреть. Это очень большой объект, который обеспечивает вот этот как бы базовый процесс. Сначала нефть обессоливает, потому что соль очень корродирующая. То есть, нужно для того, чтобы дальше все это вести на перегонку, сначала ее убрать, чтобы там не вызывать ускоренную коррозию металлов. Потом надо нефть разделить на фракции, прежде чем какие-то дальнейшие процессы запускаются. То есть, это базовая установка, без которой ничего не будет работать. То есть, если она выходит из строя, то, соответственно, вся технологическая линия перегонки останавливается. Сейчас мы пока не видим, как это можно померить в цифрах. Данных и статистики нет. Но так, глядя на все эти фоточки... Подождите, Глумберг говорил, что только за среду причиненный ущерб 12% рынка российского производства бензина затронул. Нет, смотри. 12% это старая цифра, которую мы с тобой здесь называли. 12% выпуска бензина в общероссийском. Это вот этот нижегородский завод лукоилов Кстова. Но они же еще, я извиняюсь, по Рязанскому заводу. Это тоже крупный завод. Да, они за эту неделю по какому только не бахнули. Сейчас вот сегодня я просыпаюсь. Сызранский, Новокуйбышевский. Это два таких тоже очень крупных завода на Волге. В чем некоторые прям по установкам бьют. Да, вот в том-то все и дело. Я вот, глядя на эти фоточки, я вижу, что по идее они эту установку должны были выбить серьезно. И вот здесь проблема стоит в том, для российских компаний нефтяных, что вот это оборудование, оно достаточно уникальное. Оно вот на складу не лежит. Понимаешь? То есть, если там в машине ты смял кузов, ты можешь позвонить дилеру, и дилер говорит, ну, у меня есть кузова там на складе. Вот эта хрень, ее надо производить специально. То есть, это время, причем довольно долгое. Россия может ее провести? В смысле, это вот не те, которые незаменимые западные? Более примитивное может. То есть, базовое оборудование для каких-то первоначальных вот этих процессинговых операций Россия может произвести. Ну, и его можно из Китая импортировать. То есть, более сложные установки для производства высокооктановых бензинов, которые выбили у Лукойла на Нижегородском заводе. Я, кстати, так понимаю, они до сих пор, вот этот каталитический крекинг, они замену до сих пор не нашли. Так что, хотя уже вот, типа, три месяца прошло. Поэтому, вот смотри, как бы в цифрах это пока оценить сложно, но так вот визуально выглядит, что это очень сильно ударит по производству топлива. Сложно сказать в процентах, но вот можно посмотреть, например, на график, как снизилось производство бензина в последние недели, еще даже до всех этих атак. Видно, что оно, типа, на 60-70 тысяч тонн в неделю ниже, ну, то есть, на 6-7 процентов ниже нормального уровня. То есть, это вот уже то, что мы видели еще до последних всех атак. Вот как это отразилось на оптовых ценах. То есть, оптовые цены просто взорвались в космос. Они были там, 95-й бензин еще был, типа, 40 с чем-то тысяч за тонну в начале года. Сейчас 60. Вот такой вот рост. Ну, на 50 процентов выросли с начала года. При этом в розницу это пока не транслируется. Но мы все очень хорошо понимаем, почему. Да, потому что у нас... Доживем до понедельника, как говорится. Да, вот. И, короче говоря, но это не может. Здесь, опять же, такая история, что чудес здесь не бывает. Это не может не транслироваться в розничные цены. Но все придерживают это дело до окончания выборов. Вот. Так что, по моей оценке, ущерб нефтеперерабатывающего... Давай добавим, что бензин это не просто бензин. Бензин это логистика. Бензин это перевозки. То есть, соответственно, это цена на товары. То есть, это все связано, насколько я понимаю. Да, это все связано. Более того, сейчас начинается пассивная, например. Когда особенно спрос на ГСМ... Ну, сезонный весенний рост спроса на топливо, он очевидно будет. И как раз на этот момент придется серьезный дефицит. Знаешь, я думаю, что запреты экспорта будет недостаточно. А что они еще будут сделать? А вот, видимо, мы идем к такому конкретному перераспределительному квотированию. Типа, они будут выделять какие-то лимиты поставок. Причем по, скорее всего, регулируемым ценам. И сельхозникам, армии, каким-то ключевым вот этим. Никогда это сбоев не давало. Это, знаешь, называется такая херня у них. Балансовое задание. И это значит, что, как мне друзья пишут, я прям вижу этого сельхозника, который втридорого сливает свой бензин. Или дизельку, которую он получил под задание. Он сливает ее владельцу дорогого джипа по тройной цене. То есть, нас ждет черный ринок. Ну, проходили. Вот эти все прелести. Я думаю, что пока сложно оценить в цифрах. Но визуально это дело выглядит так, что это очень серьезный ущерб нефтепереработке. Это сильно скажется на рынке. И, видимо, они будут вынуждены вводить такие комиссарские методы. Ну, посмотрим. Ну, то есть, оказалось вдруг, что у России есть такая супер уязвимая отрасль, которую никак нельзя защитить. И вот украинцы просто ее последовательно выбивают. И, знаешь, я думаю, честно говоря, что это дело продолжится. Есть такое подозрение. Это же не какая-то супер дорогая сложная операция запустить дрон и попасть в эту установку. Как мы видим, это достаточно эффективно у них работает. Поэтому, если Россия не выведет войска из Украины, то не исключено, что всю нефтепеработку просто скоро остановят. Тогда уже даже балансовые задания не помогут. Но вот интересная такая история. Вдруг у Путина... Да, ну, видишь, но пока вот за эти два года все сценарии катастрофические, которые обрисовывались, они в итоге не исполнялись. То есть, что-то придумывали, что-то находили. Вот интересно, как из этой ситуации они будут выкручиваться. Потому, что ситуация действительно не типичная. Ну, вот как мы там думали. С авиаперевозками. Точнее, это все происходит, но гораздо медленнее, чем казалось. Медленнее? Да. Да. Потому, что, конечно, они выкручиваются. И возможности, и ресурсы для того, чтобы как-то выкручиваться, у них есть. Но коридор сужается сильно. И вот видно, например, что в целом топливный рынок может создать большие проблемы для экономики. Просто потому, что это очень важная инфраструктурная отрасль. Реально на топливе все держится. Логистика вся держится. Тем более, что на нее сильно выросла нагрузка. Потому, что теперь возят в ту сторону. С Центральной Азии, с Казахстаном. Да. То есть, все эти НПЗ, они же все в европейской части России как раз. Потому, что надо было в Европу отправлять. Поэтому до них и дроны долетают, так сказать, и возить неудобно. Да. Ну, вот, в общем, я думаю, что этот сюжет будет сильно развиваться в ближайшее время. То есть, будут и новые удары. И будут и какие-то такие чрезвычайные меры по регулированию топливного рынка. Будет и рост цен, конечно. Так что, вот еще такой важный сюжет. Который, прямо вот, видишь, в этом году стал таким уязвимым, очень сильным местом для Путина. Вот. Что еще важного? Объявил Патанин, принял решение, объявили о слиянии Тинькова и Росбанка. Решили уничтожить фамилию, получается? Во-первых, да. Но, с другой стороны, к сожалению, вот это еще такая плохая новость. То есть, я думаю, что нас ждет очень сильная дальнейшая монополизация. То есть, они просто все оставшиеся будут, видимо, сливать. Но, что получится? То есть, Тиньков с Росбанком, это будет седьмой крупнейший банк в стране. И более 4 триллионов по активам по состоянию на февраль. То есть, дышит в спину уже крупным гигантам типа Альфа и Россельхозбанка. И это будет значить, что тогда топ-7 банков российских будут контролировать 73% активов банковской системы. То есть, она и так уже сверх монополизирована. Там половина активов – это Сбер и УТБ. А с учетом еще 5 следующих банков, если Росбанк с Тиньковом сольются, это будет почти 75% активов. То есть, мы движемся к системе один народ, один фюрер, один банк. И когда происходит монополизация... Мы рассказывали здесь, какие дикие проценты и комиссии банки уже дерут с населения и бизнеса. Но это только будет усугубляться. То есть, если весь рынок контролирует 7-10 игроков, фактически будет означать, что многие любили Тиньков Банк именно за то, что он не просто негосударственный. А он реально по своей бизнес-модели был во многом альтернативой вот этим крупным государственным и олигархическим банкам. У нас практически не останется нормальных частных банков, которые не были бы связаны с правящей мафией. То есть, это очень плохая новость сама по себе. И я думаю, что и в других отраслях монополизация будет продолжаться. Что еще было интересного? РБК «Недвижимость» опубликовали новую оценку по крупным городам по нераспроданному жилью. Это, товарищи, пипец. 67% нового жилья нераспроданной. Хотя, надо сказать, что эта цифра чуть снизилась. Она год назад была 71. Но это просто... Можете сами зайти и посмотреть таблицу. Ну, короче, две трети новых квартир нифига не продаются. Подожди, но если она снизилась, значит, она стала лучше, не? Ну, я считаю, что это скорее просто... Она, знаешь, почему стала лучше? Потому, что был... Помнишь, перед повышением ставки был и введение вот этих всех ограничений. Был ажиотажный спрос на льготную ипотеку. Вот во второй половине, условно говоря, прошлого года. А вот опять свежая публикация из «Коммерсанта», которая нам говорит о том, что очень сильно снизился спрос на новостройки с начала года. Потому, что льготные ипотечные программы начали ограничивать. То есть, вот ты говоришь, ситуация стала лучше. Но это как бы был такой последний вздох перед окончанием льготной ипотеки, когда все ломанулись. Все равно, ну, 67% нераспроданного жилья, ну, это дохрена. То есть, это реально очень сильно напоминает китайскую ситуацию. Я о ней сейчас два слова скажу. Потому, что в Китае продолжает бушевать этот адский кризис на рынке недвижимости. Ну, то есть, это огромный навес переизбытка нераспроданного жилья. Поэтому, опять, застройщики с банками держат пока цены. Но мы видим, что уже процесс задвигался. И спрос сильно падает с начала этого года. Так что, вот, я думаю, что вопрос с падением цен – это вопрос просто ближайших месяцев. Может быть, даже недель. Вот, будем за этим тоже следить. Может, кстати, выборы на все это дело тоже повлияют. Так что, здесь фундаментальные такие рыночные условия, они для застройщиков очень-очень тяжелые. Вот, что еще я хотел сказать. Ну, рубль. Вот, самое резкое падение за последнюю неделю у него было. Прямо в пятницу все, значит, пошли его распродавать. И он почти, там, добил до 93-х. Вот. И прогнозы по рублю достаточно мрачные. Потому, что держится это все на соплях. Это держится. Вот еще одно интересное решение, за которое мы будем смотреть. Что они сделают с обязательной продажей валютной выручки. Оно действует до 30-го апреля. И вот вопрос, если будут его продлевать, то в какой форме. Там пошли какие-то разговоры о том, что возможны для некоторых экспортеров послабления. Ну, вот посмотрим. Будем следить. Ну, короче говоря, рубль тоже перед выборами уже показал, что он не очень хорошо себя чувствует. Некоторые надежды у Путина сейчас появились в связи с нефтью. Вот, она чуть-чуть скакнула на неделе. Было видно, что вот бренд добивал до 85 долларов за баррель. А с чем связан скачок? Я видел, что некоторые бы связали, не поверишь, как раз с атаками на НПЗ. Нет. Этот скачок связан с новыми данными Международного энергетического агентства. Которое сильно улучшило прогноз по спросу на этот год. То есть, помнишь, мы обсуждали, что есть некий навес избыток нефти. Спрос слабый из-за того, что мировая экономика в сложной ситуации. С Китаем проблемы и так далее. Но они пересмотрели прогноз по спросу. И он как бы более выравнивается. Сейчас вот можно посмотреть на график, например. И видно здесь, что вместо избытка, который был в последнее время. Ну, такая, скажем так, более плотная ситуация. То ли хватает нефти, то ли нет. Поэтому цены чуть-чуть подросли. Это возможно. То есть, я не вижу там пока 100 долларов за баррель. Но вот где-то, видишь, они сейчас на 85 вышли. Ну, может быть, выйдут на 90. То есть, вот это ситуация, которая для Путина делает картинку чуть-чуть лучше. Ему хотя бы даже 5 долларов лишних за баррель. Это все дело его сильно поддерживает. Ну, тоже вот посмотрим, будем следить. Пока не очень понятно. Это просто вот какой-то отдельно стоящий такой оптимистический прогноз. Или это действительно тенденция. Но вот нефть это то, что, в принципе, могло бы Путина поддержать. Я вот, знаешь, еще хотел здесь пару международных сюжетов обозначить интересных. Во-первых, вот про историю с экономическим кризисом в Китае. У них были неплохие пока данные по январю-февралю, которые они опубликовали даже по лучшей ожидании. Но у них есть базовая история. И вот это тоже похоже на нашу ситуацию с кризисом недвижимости. Вот график от Блумберга, как у них продолжают падать цены на недвижимость. То есть, они держались, держались, но все-таки вот там рынок берет свое, пошли падать. А у них 70 миллионов нераспроданных домов и квартир. Это в физических штуках, да. В год при этом продается меньше 10 миллионов. Ну, то есть, можно просто делать выводы сами, что вот этот огромный навес недвижки, в который вложены большие деньги, он не будет распродан в обозримое время и будет оборачиваться новыми банкротствами застройщиков и так далее. То есть, вот это одна штука, которая их тянет вниз. А вот вторая была очень интересная статья Financial Times. Кстати, можете ее найти на этой неделе про вот эти все китайские кризисные явления. Скрытая часть китайского долга, которая не у общенационального правительства, а у провинций. Вот график, сколько китайские провинции тратят на обслуживание долга в процентах от собственных доходов. Доходит до 200%, как, например, в Тиньцзяне. То есть, это чистая финансовая пирамида. Это значит, что они берут новые займы для того, чтобы отдать старые. И собственных источников для этого у них нет. Так что в Китае очень серьезные базовые проблемы. Власти не хотят, как говорят аналитики, использовать такую финансовую базуку. Помнишь, когда на Западе случаются какие-то кризисы, то они прям триллионами заливают это все. Чтобы не допустить разрастания кризисных явлений. Сейчас уже видно, что Си Цзиньпинь не хочет применять базуку и выделять какие-то большие деньги на спасение экономики. Но это, скорее всего, значит, что эти кризисные явления будут нарастать и где-то прорвутся. Поэтому следим за Китаем. А к чему это приведет? Если не гасить из базуки, то что в итоге получается? Это приведет к тому, что вот эти накопленные проблемы, долг и кризис в недвижке и многие другие вещи, плохая демография и прочее. Эти все вещи станут очень сильными ограничителями роста. То есть, когда кто-то там, допустим, обанкротится, то у него не будет возможности также выходить на рынок с нормальным спросом на товары и услуги. Спрос пойдет падать, экономика пойдет падать. То есть, грубо говоря, если вот эта спираль закрутится вниз, то у Китая будут очень плохие экономические цифры по росту. Это значит меньше мировой спрос на товары, это значит ниже цены, это значит, что Россия будет, грубо говоря, меньше доходов, например, получать. Китайская вот эта кризисная воронка, особенно с учетом того, что Путин к ним прилепился так в последнее время, она в состоянии будет вот очень много кого туда дальше затянуть. И Россия от этого пострадает. Вот. И еще хотел график показать, чтобы просто было видно, насколько повлияли вот эти все обстрелы хуситов. А вот как упал трафик через Суэцкий канал и вырос, соответственно, в обход через Атлантику. То есть, все теперь все возят через мыс Доброй Надежды. Чуть ли не обнулился трафик через Красное море. Вот. И, ну, кстати, видно, что ничего от этого не встало. Хотя, с другой стороны, издержки, конечно, выше и хорошей в этом ничего нет. Видимо, так как это дело выглядит, это означает, что это надолго. То есть, с хуситами пока глобально ничего сделать не получается. Так что, ну, будут возить вот. Все вы вернулись. Мы в наш старый добрый 16 век. Никакого тебе советского канала. Все-все возят в обход Африки и так далее. Так что, вот такая чуть-чуть взгляд на мировую картинку. Ну, и что? Я вот завершая. Хотел сказать просто, что очень много интересного нас ждет после выборов. И вот через неделю мы обсудим, что там Центробанк нарешал на своем заседании поставки. Я думаю, что будет много происходить и с рублем, и с ценами. И это не последняя новость о повышении налогов, которые мы обсуждаем. То есть, скорее всего, после 17 марта для Путина и России будет много таких хреновых экономических новостей. Вот мы здесь все это дело продолжим обсуждать. Спасибо тебе большое. Тогда будем ждать, что же будет происходить. До скорых встреч. Всего доброго. Пока. Спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok